Если вы так или иначе интересуетесь аниме, то мне не надо пояснять вам за основу, за культовые анимешки, тайтлы и всё такое, но... Осмелитесь ли вы назвать себя реальным анимешником, если вы не видели вот эти кадры? Любопытно, да? Так вот, сейчас я поясню вам взаисчётно культовое аниме, упущенное многими и почитаемое лишь немногими. Образец качественной веб-анимации! Няннеко Шугар Герлз. Для начала. Няннеко Шугар Герлз, он же платон для удобства ННСГ, это веб-сериал, выходивший на ютубе на канале СОП ОПЕРА46 с 2010 по 2012 год. Не учитывая наукрешные эпизоды с пунктом в 2015, получивший свою известность в зарубежном интернете за своеобразный визуальный стиль и... Поэтому давайте не будем тянуть на-ка девочку за хвост, и я погружу вас в это произведение с головой. На дворе была Тёплая Весна 2010. Именно в этом году, 10 апреля, День Зелёного Чая, на ютубе появляется первая серия ещё никому неизвестного аниме с привлекательным названием. Мяу-кошко-сахарные девочки. Эпизод первый. Отсюда наша история и начинается. Встречает нас, как и в любом аниме, опенинг, создающий общий тон. Обычно анимационные студии подходят к задаче написать хороший полутораминутный трек, чтобы мультик лучше продавался с довольно серьёзным ебалом. Но автор данного тайтла, СОП ОПЕРА, решила сильно не париться и взяла для опенинга песню True Love. Причём даже не саму песню, а аудиодорожку от её прохождения в Dance Dance Revolution. И, собственно, знакомимся. Персонаж с самым тихим микрофоном из всех и своеобразная мама коллектива, Конэ Ко-чан. Её гиперэмоциональная подруга Раку-чань. Раки. Чей голос нам придётся терпеть на протяжении всего сериала. И, конечно же, Сабый сексуальный божик в мире. Хитоши Сан. В начале серии нас встречают подруги, сидящие в кафе, и не спеша поедающие мороженое. И тут, если вы внимательно смотрите ролик, а не поставили его на фон и не ушли играть в какую-нибудь скучную хрень, вы уже можете заметить первый прикол этого аниме. Визуал тут выглядит, как будто это нарисовал Децадвиц, впервые открывший Microsoft Paint на полудоху и Windows Vista. Да, выглядит неказисто, но я вас заверяю, это не аниме выглядит плохо, а вы не разглядели в этой убитой перспективе и тарелках, похожих на дешёвую туалетную бумагу, наследствие постапрессионизма и творчества Пикассо. Ну, в принципе, ладно. Давайте я просто поставлю где-нибудь вот... ТУП! Систему, засчитывающую криво нарисованные кадры, чтобы потом посмотреть на итоговые показатели. Вы же сюда за смешнявками пришли. Возвращаясь к теме, наши протагонисты-накодевочки... Эм... Типа... Всё. А не просто накодевочки без какой-либо предыстории. Чисто закадычные подруги, кореша и тамодачи, что в переводе с японского означает «друг». Да, таких выкрутасов уровня Кейкака, переводящегося как план, тут будет много, но вы крепитесь. Канеко-чан, посмотрите на этот человек, это... Он очень-очень... Это... Ну, я просто стал прожить, и я видел вас, две красивые девушки, проживаясь. Как дела? А пока я вам всё это пояснял, главные герои уже познакомились с местным лавеласом... Хитоши Сааа. Они знакомятся, представляются друг другу, Ракуча ловит кровь из носа, и потом ложится спать, чтобы обдумать произошедшее за день. Что? Слишком мало событий для первой серии? Не обессудьте, это весь эпизод, причём даже не в двух словах. Максимум полезного, что мы пока можем узнать о сериале, кроме вводной информации, так это то, что корень произведения — романтика. А также можно вычитать одну скромную строчку из титров, гласящую, что всех персонажей озвучивали некие актёры озвучки с форумов. Ну... В принципе... В принципе, да, ладно, забейте, это я так просто. Вторая серия у нас начинается с нововведённого персонажа Хитоши, и в ней мы сможем рассмотреть единственного мужчину во всём мультике поближе. Он просыпается и идёт начать свой день с сам Пакки энд Рамунея. Но тут же к нему врывается грабитель, собирающийся украсть у парня анальную девственность. Далее мы будем звать его Джефф. Поэтому в следующую секунду мы наблюдаем сцену, где наши накодевочки драматичны... Покупают... Трусы... На выходе из торгового центра они слышат истошные крики Хитоши, уезжающего в грузовике местного преступника, и бегут спасать его в ту же секунду. А тем временем наш юноша уже сидит с вязанным на стуле. Сексуальный гей-маньяк, если что осуждаем, уже почти припарковал свой состав в своём депо. Казалось бы, сейчас мы увидим сиквилка Горбатой Горе, но нет. Прибегает Канек и Ракучан, и всех спасают. Хитоши спасён. Преступник повязан. А Ракучан ещё сильнее в тюре из голубого лосого парня. ЗА-МЕ-ЧА-ТЕЛЬНО! Конец серии! А дальше нас ожидает самая сюжетно важная серия, четвёртая. Скоро поймёте почему. Начинается эпизод с того, что Ракучан выходит на улицу прогуляться, и тут же встречает... Е-Е-Е-О! Как думаете, почему я так говорю об этом обычном лесном грызуне? Потому что помимо орехов у этой белки в запасе есть ещё и яйца. Ничего не подозревающая девчушка с лёгкостью берёт её на ручки, гладит, тискает. И тут белка производит неожиданное нападение и настаёт самая иконечная сцена всего сериала. Эта сцена длится 41 секунду. 41. Ну да ладно, это мелочь. Параллельно с данными событиями, Конека как хорошая тамодача, передаёт ей то же признание от Раку в эмпатии. Я просто хотела тебе сказать, что, вы знаете, Ракучан думает, что ты реально супер. Но тут у нашего голубоволосого паренька начинают закрадываться первые... Голубенькие... Мыслишки. А тем временем бедная Ракучан лежит в постели. То ли каким-то боком заболевшая, то ли в эмоциональном шоке. Но наши ребята моментально приходят и утешают её вкусными суши. Какой же это аниме-момент, всё-таки. Пятая серия начинается с того, что холестериновые женщины идут в ветеринарную клинику, чтобы проверить, не подхватил ли Раку какую-нибудь болячку от этой проклятой белки. И... Ну... Это типа логично. Такая девочка, это же смесь человека и кошки. А значит, лечиться она должна всё-таки в ветеринарке, а не в обычной поликлинике. Хотя она ещё человек... Ладно, неважно. Давайте вернёмся к теме. Ну как же я тоже, сука, хочет его везде. А тем временем встречайте новый персонаж. Ветеринарша. Или, как её будут звать здесь по всем традициям японского языка, Ветсама. Самый сексуальный персонаж в сериале и обладатель самого бесспорно всратого микрофона. Ветсим сверкалом. Она осматривает Раку и одним чётким движением вокруг Чупа-Чупса диагностирует... Бешенство. Не, не, я не думаю, что так. Я не помню ничего, что могло быть... Может... Я... Ты будешь в порядке, Раку-Чан. Девчушка естественным образом в истерике, но её друзья... Тамодачи. Поддерживают её и обещают в любом случае помогать бороться с этим. В конце концов, они все вместе дружно выпивают чайку и съедают по мороженому мочи. Небольшая справка. Мороженое мочи — это просто рисовые пирожки с мороженым. По итогу, именно с пятой серии начинается основная сюжетная арка всего аниме. Арка Бешенства. Уняка-девочек новый день. Раку-Чан просыпается с видимой слабостью. Ноги её еле держат. Если, конечно, это не из-за её астрономически огромной груди. Как ей кажется, нужно просто выйти подышать свежим воздухом. Но не пройдя ей тысячи километров, она падает в обморок и выдаёт нам смачный панцу-шот. Канека, несущая некий подарок, роняет его от шока, до чего болезнь довела её подругу. Поэтому в следующей сцене Раку опять лежит в постели и ловит горячку. А Канека отходит заварить чайку. Но в ту же секунду, как Чеда варивается, она замечает, что Раку куда-то опять сбежала. Вызвав Хитоши, они тут же выбегают на поиски потеряшки. Вы только посмотрите, как они тут санимировали Хитоши. А пока наши друзья оббегают все окрестности, а парень ловит повсеместные глюки, Раку-Чан уже оказывается где-то в лесу, где загадочный голос призывает её вызволить наружу внутреннего зверя. Раку-Чан, распространяйте твоя хитер-биста. Раку-Чан, распространяйте твоя хитер-биста. Само превращение в зверя оставляют за кадром, но тем временем наши сыщики натыкаются на стаю диких собак, терзающих маленького котика. Канека, как потомственный кошак, вступается за брата её меньшего, и после того, как собаки убегают в страхе, оказывается, что этим бедным котиком была наша Раку. Раку-Чан. Но хорошо то, что хорошо кончается, и зверифицированную девчонку приносят обратно домой, где она немного успокаивается. А перед нашими друзьями встает вопрос. Что же делать с Раку? Ну типа срака, жопа, очко... После этого, если типа хронологии выхода серии Sugar Girls, идёт новогодний спешл. Ничем не примечательная штука, просто милый новогодний эпизод, не имеющий никакого веса в сюжете. Типа... Единственное, что нам может понадобиться, это парк смежных кадров в копилку. Хитоши-сан, нам нужно проводить с Раку-Чан как можно больше времени, потому что... Возможно, это наш последний шанс, перед тем, как бешенство опять её накроет. А... Эм... Что ты сказала? То, что ты пидор, ёпта! Мы идём в Аквапарк! Не похуй на... Майкрос, таманку трахал, кальмар... Именно с этого диалога начинается восьмой эпизод, в котором наша команда идёт в парк развлечений, взяв миниатюризированную Раку-Чан с собой в сумке переноски. Чётко обманув билетёршу на целый билет, они отправляются на американские горки, на которых внезапно Рак отпускает, и она возвращается в человеческую форму. Непонятно почему, но слава богу! Теперь наша троица восстановлена. Стоит подметить, что с этого момента концентрация фан-сервиса становится гуще. Потому что если до этого нас баловали только небольшими сценами Deep Dark Fantasy с Хитоши и скромными панцухами, то в этой серии нам демонстрируют Раку в самом откровенном наряде за весь сериал. А также небольшое слайд-шоу их плавания в бассейне, где Хитоха сначала теряет плавки, а затем ненароком показывает подругам свой кожаный змей. В конце дня Раку сидит за столом и думает, надолго ли её отпустило бешенство, и отпустил ли вообще. Но Конека приносит ей чайку, ведь всё только впереди. Спокойной ночи, Раку-чан. Спокойной ночи. Лишь бы это была спокойная ночь. На следующий день, он же следующая серия, Конека снова видит рядом вместо своей подруги маленького котика с крылышками, причём настроенного вполне агрессивно. Бешеная Раку-чан, не издава ориоты, шипит, пока её лучшая подруга пакует её в сумку-переноску. По пути в ветклинику, Конека цепляет за собой Хитоши, который тоже недоумевает с произошедшего. Ветсама приветствует их, и также удивляется тому, что за пациент у них будет сегодня. Спустя 10 минут осмотра, доктор заявляет следующее. В Раку находится Нека-демон. Раку-чан. Has. A bucket Neko inside of her. Из слов медсестры мы узнаём, что в Кикотеле живёт не только, собственно, медсестра, но и целая фея из Сейлор Мун. Итак, для того, чтобы вылечить своеобразную болезнь Раку-чан, Ведь сами приходится прийти к проведению полноценного магического ритуала, а также одной из лучших сцен во всем аниме. После данного приватного концерта санбоя, наши герои возвращаются по домам, и только коннеку укладывают маленькую раку на кровать и отходят, чтобы позволить бедняге отдохнуть. Кошка сразу же возвращается в свой человеческий облик. Ну вот теперь-то точно хэппи-энд. Спокойной ночи, Ракучан. Восстанавливайся. Что ж, поздравляю, впереди осталась всего одна серия, только с парой, но... Во-первых, она длится целых 18 минут. Типа, камон, остальные серии и десяти не длились. А во-вторых, я хочу создать впечатление, что дальше нас ждёт полная жесть. Так что, сходите быстренько там, передохните, сделайте бутербродиков, помойтесь, а затем возвращайтесь к просмотру. А пока, антракт и рекламная пауза. Деликатес. Раку опять снится сон. На этот раз очень плохой. Если до этого сериал не блистал какими-то стрёмными моментами и пугал разве что своей громкостью, то здесь он решил раскрыться по полной. О, коняко-чан, is that you? Ахитоши-сан, ня? Кстати, думаю сейчас самое время это сказать. Автор наконец-то вложил хоть какие-то старания в анимацию! ЕбА- В смысле, нет. Если вы смотрели ролик внимательно, то вы заметили, что время от времени Солпопера старалась прорисовывать какие-то движения в более чем два кадра. Но в остальном, как говорится, весь бюджет был вложен в последние две серии. И это очень бросается в глаза. В хорошем смысле. Раку просыпается с чувством жажды и затем, пройдя пару шагов, падает в обморок. Опять. Из-за этого Канека мигом просыпается и опять несёт её в ветеринарку. А тем временем... Ночь. Улица. Фонарь. Хи тоже идёт по какому-то переулку, где вновь встречается с уже знакомым нам гейм-маньяком. Тот лишь отпускает туманную реплику «Я ждал тебя» и уходит в тень, оставляя за собой какую-то записку. Наши персонажи вновь пересекаются. Канека несёт жмурька на очередной медосмотр, но он нет. Дверь закрыта! Хитоша не теряет времени и выбивает её с ноги. Но в клинике никого нет, потому что на часах три ночи. Ну кто бы мог подумать, Реана, чё за фигня? Где я? Дэсу... Не волнуйся, Ракучан, мы просто ищем доктора. Не волнуйся за меня, Канека-чан, я в норме. Тебе не обязательно постоянно бегать вокруг меня, мне всего лишь нужно немного зелёного чая, и всё будет хорошо. Окей, Ня? Не парься! В итоге компания засыпает прямо в клинике, где на утрых встречает уже известное нам... Ну да. Болезнь Раку оказывается куда более страшной, чем кто-либо мог подумать. Но и на этот случай у Ветсамы остался козырь в рукаве. Некоторое особенное заклинание. В подробности нас не посвящают, ритурок проходит довольно быстро и безболезненно. Как минимум для ушей. Но медсестра оставляет нас со словами... Она все равно, но... Кто знает, как долго это последует... Я не могу дать ей лучший день в своей жизни. Тем не менее, компания радостно уходит проводить время вместе. Покупают трусы, шопятся, смотрят собачек в зоомагазине и... В конце концов... Идут на традиционный японский фестиваль. Пока Хитоша внезапно не уходит куда-то, но на кодевочек это не сильно колышет. Позже, ближе к вечеру, Раку приглашает к себе всех своих друзей из колледжа. Среди которых у нас... Девочка-маскот из Осу. Маленький Мексикос и Человек-лаваш. И... Не менее важный персонаж... Я не могу... Напоследок, после пати, Канека дарит Раку внезапно. Рамен с мочи. Любимое блюдо подруги, которое они ели еще в самом начале сериала. Неааа... Дочи дэш лав мочи, я эскринку на кучае. После чего они уходят спать. После чего они уходят спать. На следующее утро Раку просыпается наконец-таки здоровой. Воодушевившись этим, она собирается пойти к Хитоши и признаться ему в любви. Оооо... Хитоши, сэр! Эй, юнекос, как ты делаешь? О, конеко-чан. О, негайи... Момент истины. Аиштару... Ооо... Раку-чан... Которая плавает, взявшаяся с ниоткуда, гейнастильник! Убилок! Суки-цин! Чудовище! Что ты злой, пи... Мендиска! Ни... Ни... Ниа... Раку-чан... Он и я сейчас вместе. Гомена сай. Ниа... Ра... Ра... Аааа... Ниаа... Мя... 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 Кокурюния... Кстати, мимолетный факт. Оказывается, все это время Джеффа звали Бокуташи. О, я думала, что его имя был Джефф. Собственно, вот и кульминация. Рокучан остается с разбитым сердцем. Все, кроме Бокуташи, впадают в шок. Оброшенная, как последняя тряпка Накодевочка, падает в обморок. Пусть Накодемон и покинул ее тело, но оставшаяся душа уже точно не переживет таких пот-твистов. Даже Хитошин секунду очухивается и спешит к Року на помощь. Кадр сменяется больницей. Медсестра, она же, как оказывается, Мина-сан, заявляет, что Року умерла. Хитошин не верит в это и произносит речь о том, что это была всего лишь постанова. Рокучан не умерла. Скоро она вернется, и наши персонажи продолжат проводить время вместе. Но сериал при этом уже подошел к концу. Беспощадному и открытому. На этом аниме... Блять. На этом аниме и заканчивается. История, начинавшаяся как всратенький, хихонький, хахонький, оказалась довольно серьезной романтической драмой. Да, такой поворот событий можно списать на то, что автор поначалу только так воспринимал свое творение, как маленький между собойчиковый прикол, и только потом, с притоком аудитории, сделал из него что-то серьезное. Но главное, что заметно, что в любом случае СОП-Опере было интересно работать над этим проектом, и на протяжении всей истории она не теряла чувство юмора. Все-таки данный веб-сериал выходил как раз в эпоху пика анимешной культуры на Западе. Не исключено, что именно из-за этого у ННСГ сформировался такой шарм, в котором через край лезут все возможные азиатские клишеи. От пансушотов и полутораминутного опенинга, до пляжных эпизодов и персонажей с противотанковыми боеголовками вместо груди. Даже СОП-Опера, пишущая с тонны смайликов и японских заимствований подобным стилем речи, просто кричит типа «Смотрите, я анимешница!» «Я люблю анимешные клише и люблю аниме, поэтому я высмеиваю это!» Или же не посмеиваю. Кто её знает? Тем не менее, по этой причине ННСГ можно назвать продуктом метаиронии. Автор хотел одновременно и посмеяться, и выразить признание в любви к тогдашней аниме-культуре. Такой дурацкой, но настолько же и уютно-сахарной. На то метаирония и называется новой искренности. А теперь представьте себе, как сильно это аниме кукурузило лица людям в своём 2011-м. Люди же по сути даже не были готовы к подобному топ-контенту. А теперь осознайте, что эта кукурузная сила никуда не пропала, и сейчас мы её называем лаконичным словом «кринж». Если вы никогда не испытывали подобное чувство в полной его силе, или моё повествование вам показалось слишком мягким, я советую вам после этого видоса пойти и посмотреть оригинальное аниме самостоятельно. Ведь в своём рассказе я всячески упрощал ваш просмотр, а также упускал много мелочей и не затрагивал всякие побочности, чтобы вам было что потом поизучать. На этом всё. Видео заканчивается. А вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь, я тут изредка буду делать подобные видосы. Надеюсь, почаще, чем получилось с этим, но, тем не менее. Увидимся! Кстати, я чуть не забыл про счётчик рожь, давайте посмотрим на итоговый показатель. Хитоши-сан. Ты пидор, блядь! Я знаю. А, ну ладно, прости, зря я потревожила. Блядь, я как будто мусорку ебу. Просто наблюдайте этим.